Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить Готику, ну и эта часть получилась очень сильно разговорной, но зато в следующей части постараюсь побольше экшена сделать. За этой стеной, кажется здесь, я пока не набрал достаточной магической силы, используй заклинание портала здесь, перед этой стеной. Какой он там магической силы не набрал? Зелья маны что ли у него нет? Так я бы дал бы ему. Ну ладно. Благо ничего здесь сложного нет, 5 маны всего требуется для этого заклинания, но таким образом мы переместились через стенку. Так, вроде здесь никого нет, поэтому давайте сразу откроем ему проход. Стенка так прикольно опускается. Наверное, хотели внести чего-то новенького. Разработчики. Ну и получилось принц. Оно приведет тебя в какое-то тайное место. Моя интуиция еще никогда не подводила меня. Неужели мы действительно найдем здесь ответ на вопрос, как призвать спящего? Это место больше похоже на похоронный зал. Идем дальше. Иди вперед, я пойду следом. Да, кстати, если кто не помнит, это кладбище орков. Оно и должно быть похоже на похоронный зал. Что за диалоги, не знаю. Идут вот в середине игры. Я не помню, что там под конец будет, насколько они будут хороши. Но вот в середине игры вообще какая-то вся провальная. Особенно вот эта вот... Ну не вся третья глава там потом дальше поинтереснее будет. А вот эта вот, можно сказать, первая ее половина какая-то вообще не очень. Здесь на самом деле трудно заблудиться, потому что вот сюда куда-то надо идти и... Один раз повернуть налево, да, и вот здесь. Нет! Этого не может быть! Здесь ничего нет! Ничего, кроме костей и пыли! Нет! Господин! Ответь мне! Яви себя! Спящий! Нет! Ну вот, он окончательно сошел с ума. Это все твоя вина. Твое нечестивое присутствие разозлило всемогущего спящего. И теперь я должен расплачиваться за твое святотатство. Я должен принести жертву своему господину. Человеческую жертву. И тогда он точно просветит меня и сделает меня своим слугой. Умри, неверный! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну ладно. Меч Судии у него, кстати, не очень. Он хуже, чем Палаш наш. Вот здесь будет меч Смерти, он тоже хуже. У него, по-моему, 49 урона. Ну вот, ну вы, в принципе, советовали мне там убить какого-нибудь Равена. Я знаю, что у него крутой меч на 85 повреждений, если не ошибаюсь. Но не хочу я этого делать, потому что все-таки я стараюсь играть за добрых здесь, а не за того чувака, который всех мощит и забирает лут у них. Я был на кладбище орков. Там нет ничего. Ни спящего, ни зацепки. Вообще ничего. А идол Люкор и его стражи? Они все мертвы. Мертвы? Но почему? Что произошло? Пещеры кишмя-кишат орками. Они перебили всех стражей. Мне и Люкору удалось выжить, но он при этом сошел с ума. Он кричал, что спящий приказал ему убить меня, и искренне пытался выполнить этот приказ. Похоже, он просто не мог смириться с мыслью о том, что ему так и не удалось ничего найти. Я не верю, что воля спящего подвигла его на столь ужасный поступок. Этого не может... не может! Это не относится к делу! Этого не может... не может! Важнее всего то, что идол Люкор еще не зашел слишком далеко в своем безумии. Теперь вся наша надежда на Юбериона. Некоторых людей ничего не учат. Как поживает Юберион? Он не очнется, если мы не поможем ему. Видишь, он слабеет с каждой минутой. Я знаю, как разбудить его. Но для этого мне понадобится твоя помощь. Что я должен сделать? Принеси мне целебные травы с болотом. Пяти кустов самого сильного сорта должно быть достаточно. Прошу тебя, поторопись! Да, за легкую. Одна нога здесь, другая тоже здесь. Вот целебные травы для Юбериона. Отличная работа! Пока ты уходил, Юберион ненадолго пришел в себя. Он что-нибудь говорил? Да, он сказал, что спящий не то, что мы думаем. Мы больше не должны пытаться пробудить его. Нам остается только надеяться, что для Юбериона еще не все потеряно. Юберион мертв. Наш духовный наставник покинул нас. Даже с твоей помощью нам не удалось спасти его. Что же теперь, Корангар? Я всегда доверял Юберион. Незадолго до конца он возложил все свои надежды на план спасения, разработанный магами воды. Так что теперь мы должны поддерживать магов воды и их идеи. Им понадобится магический Юнитор и Альманах. И тем и другим владеет Коргалом. Где сейчас Коргалом? Он был в ярости. Собрал нескольких стражей и отправился искать свой собственный путь к спящему. Проклятие! Как же нам теперь добыть Юнитор? Я думаю, что он оставил книгу и Юнитор в своей лаборатории. Вот ключ от сундука. И не должен верить всему, если ты думаешь... Минуту! Да. Прими эту магическую руну в знак благодарности за твои добрые дела. Она позволит тебе легко и быстро переноситься во двор нашего храма, когда в этом возникнет необходимость. Благодарю тебя. Дали нам руну, которую можно будет бесконечно использовать для того, чтобы перемещаться в болотный лагерь очень быстро. Только вот я вам по секрету скажу, что она уже нафиг нам не нужна. Забираем Альманаха и Юнитор и, в общем-то, бежим в новый лагерь через старый. Нам нужно повыситься немножко в магии. Правда, сильно не получится до второго круга пока. Но на самом деле мне нужен четвертый. Во имя магии! Я готов вступить во второй круг. Ты уже научился понимать руны. Пришло время углубить твои познания. Вступив во второй круг, ты постигнешь основы мощных боевых заклятий и познаешь все секреты целительства. Но для того, чтобы познать истинные секреты магии, тебе предстоит многому научиться. Ты уже знаешь о том, что можешь использовать любую руну бесчетное число раз, но лишь до тех пор, пока не израсходуешь собственную магическую силу. Но прежде чем сделать что-либо, подумай о том, есть ли в этом смысл. Ты обладаешь силой, которая позволяет с легкостью сеять смерть и разрушение. Но истинный маг использует ее лишь по необходимости. Научись оценивать ситуацию, и ты познаешь истинную силу рун. Господин мой, я хочу носить облачение высших магов огня. Время пришло. Ты достоин носить облачение высших магов огня. Да ну что-то как-то быстро. Второй круг всего изучил. Давайте глянем, что это такое. Ну, надеюсь, больше защиты, и там чуть-чуть защиты от огня и от магии, которые пока не особо нужны. Вот, не самая лучшая броня, конечно, но в будущем лучше найдем. А-а-а, это ты? Мой друг Лестер из лагеря на болотах рассказал мне о твоих подвигах. Совсем неплохо для человека, который появился здесь не так уж давно. Да, но несколько раз я был совсем близок к тому, чтобы отправиться на корм червям. У меня важное послание для магов воды. Тогда тебе нужно поговорить с Сатурасом. Он главный среди водяных магов. Все дни проводит за какими-то письменами или чем-то еще. Но стражники на верхнем уровне не пропустят тебя к нему, каким бы важным ни было твое послание. Не замолвишь за меня, Славичко? Я нет. Но ты можешь получить разрешение у Кроноса, хранителя руды. Где мне искать этого хранителя руды? Если пойдешь отсюда, за дамбой увидишь большую пещеру. Кронос обычно стоит у решетки возле Железной горы. Но наш хранитель довольно высокомерный тип. Тебе придется убедить его в том, что твое послание действительно важно. Увидимся! Ну, найти его несложно. На самом деле он торгует заклинаниями еще. Я к нему уже разок подходил за ними. Можете у него что-нибудь прикупить все на начальном этапе. Он торгует заклинаниями, естественно, воды. Во имя магии! У меня важное послание для Сатураса. Что такого важного в этом послании? Чтобы наш духовный лидер отрывался ради него от своих исследований. Юберион, глава лагеря сектантов, мертв. Что? Как это могло случиться? Братство проводило магический ритуал, призывая своего бога. Похоже, умственное напряжение оказалось слишком сильным для Юбериона. Как жаль. Юберион был верным союзником. Но я не вижу причины прерывать занятия Сатураса. Во имя магии! Гуру выяснили, что все это время они молились злому демону. Значит, теперь они считают своего спящего демоном. Похоже на очередную безумную идею братства. Но... Если они действительно правы, вся колония может быть в огромной опасности. Ты должен немедленно доложить об этом Сатурасу. Он решит, что делать. Где мне найти Сатураса? Поднимись на верхний уровень. Скажи стражникам, что я позволил тебе пройти. Пароль... Тетриандах. Ты найдешь Сатураса у Пентаграммы. Там он проводит все дни, пытаясь понять, как можно взорвать нашу железную гору. Ну а теперь давайте дойдем до их главного. Кстати, Кронос торгует рунами воды, Торрес торгует рунами огня. И там, помните, у кого я покупал свитки для превращения в пчелу, у него какие-то экзотические руны можете купить, вроде сон, телекинез, там и прочее, если это вам надо. Стой! Прежде чем я пропущу тебя, ты должен назвать пароль. Пароль... Тетриандах. Верно. Ты можешь пройти. Зачем эти заморочки с паролем, на самом деле, не знаю, разработчики сделали, можно было без этого обойтись, там три по таких похожих слов, всегда забываешь, какой из них. во имя магии. У меня есть важные новости из лагеря братства. Это должно быть действительно важные новости, если Кронос позволил тебе встретиться со мной. Юберион мертв. Он умер во время церемонии вызова спящего. Юберион умер? Поистине, это худшая новость из тех, что ты мог принести. Кто же теперь возглавляет братство? Этот властолюбец и лжец Коргалом? Нет, Галом отрекся от братства. Он забрал нескольких стражей, и никто не знает, где они теперь. Но зачем? Ведь после гибели Юбериона он должен был стать главным. События последних дней убедили гуру в том, что они избрали неправильный путь. Похоже, их бог оказался всего лишь злым демоном. Под влиянием спящего один из гуру чуть не убил меня. Несмотря на то, что незадолго до этого я спас ему жизнь. Единственным из гуру, кто отказался признать истинную сущность этого адского создания, был Коргалом. Вот почему он покинул болотный лагерь. Понятно. Что ж, для нас это только к лучшему. Кор-Ангар хороший человек. Упрямый, но честный. Никто, кроме него, не сможет удержать братство от распада после этой духовной катастрофы. У меня есть альманах. Юберион использовал его для того, чтобы зарядить юнитор. Отлично. Знание, которое содержится в этой книге, поможет нам зарядить пять главных камней юниторов. Я возьму этот альманах. У меня есть юнитор. Ты держишь ключ от наших оков. Это один из пяти камней юниторов, с помощью которых был создан магический барьер. Их же сила поможет нам обрушить эту гигантскую стену. Но для этого же потребуется чертова уйма энергии. Верно. Все эти годы мы неустанно копили руду, вместо того, чтобы выменивать на нее предметы роскоши у наших тюремщиков. Тебе должно быть известно, что в каждом куске руды заключена небольшая частица магии. Силы, которые содержатся в нашей железной горе, должно быть достаточно, чтобы уничтожить барьер. Это рискованно. Это будет магический взрыв, необычный. И опасен он лишь для магии внутри барьера. Нам, людям, он не причинит вреда. Вот, возьми юнитор. Надеюсь, ты найдешь ему применение в своих планах. Как ты собираешься использовать юнитор и альманах? Пока никак. Нам нужны еще четыре камня юнитора. К сожалению, пока у нас нет ни одного. Я готов найти для тебя четыре камня юнитора. Ведь я и сам не прочь убраться отсюда. Должен предупредить тебя, поиски будут нелегкими и даже опасными. Наши отношения со старым лагерем портятся с каждым днем. И каждый человек на счету. Я не могу дать никого тебе в помощь. Тебе придется действовать в одиночку. Ну, ничего нового. Обычно я справлялся и так. Твоя уверенность делает тебе честь. Но кое-что тебе все-таки понадобится. Возьми эту старую карту. На ней отмечены места, где находились юниторы в момент сотворения барьера. Кроме того, заклинание, записанное в этом магическом свитке, поможет тебе быстро вернуться в наш лагерь. Наконец, поговори с Риорданом. Он готовит для нашего лагеря эликсиры. Ты найдешь его дом здесь же, на верхнем уровне. Надеюсь, ты вернешься целым и невредимым. Ну и обязательно подойдите к нему, потому что он, помимо, ну, может быть, не очень полезных зелий вам даст. Еще и зелий повышения силы, ловкости, может быть, еще что-то, я уже не помню. Во имя магии! Меня прислал Сатурас. А-а-а! Заходи! Мне уже доложили. Вот, возьми эти эликсиры. Здесь все, что тебе может понадобиться. Теперь иди и отыщи эти камни. В них наша последняя надежда. Ну что ж, мы провели церемонию. Здесь доступ к магам воды получили. В принципе, там, и Берина попытались спасти. Пора, наверное, уже и Равену доложить. Отлично! Ну, так как вы ничего не написали про переключение целей, Ку тоже не работает. Тогда все-таки это, наверное, большой косяк разработчиков. Привет! Я подумал, мне стоит доложить о прибытии. Хорошо. Я хочу быть в курсе всего происходящего. Великая церемония состоялась. Ты хорошо поработал. Как идет обмен? На старой шахте хорошо потрудились. Последний груз из внешнего мира был очень большим. Ну, а на этом часть заканчивается. До новых встреч. Удачи. Надеюсь, что увидимся. Сегодня выложу еще одну секшен. Субтитры создавал DimaTorzok